привет всем любителям вышивки сегодня хочу вам показать свой предпоследний отчет по прекраснейшему проекту великолепия роз от dimensions напоминаю что данный набор мне дарила анастасия милка настюш привет и еще раз тебе огромное спасибо за то что ты мне предоставила такое счастье вышивать такую красоту вот мы видим на нашей схеме очень много бэкстича я когда начинала вышивать эту картину честно вам признаюсь побаивалась мне казалось что его тут так много он такой кропотливые мелкие его вот тут вот если я вам приближу схему вот видите он везде переплетается и даже по клеточке одной надо так очень аккуратненько вышивать чтобы это все получилось потому что в этом и есть суть я так понимаю так вот к чему я к тому что я боялась но когда я приступила уже мне как-то совсем он пошел легко чего я если честно совсем не ожидала мне очень все нравится конечно еще есть такое дело что я бэкстич вышиваю в процессе то есть я не оставила его вышивать в конце я вышиваю его по мере отшива крестиков и полукрестиков наверно поэтому он у меня тоже так идет легко итак давайте же посмотрим нет сначала вам еще покажу я тут недавно посмотрела алина на видео где она показала законченный проект кружевая розы и там она подсказала мне гениальную подсказку ну то есть не персонально мне но в своем видео рассказала я очень долго мучилась вот с этими органайзерами я никак не понимала куда же девать эти ниточки когда какой-то остается кусочек потому что я вышиваю по цветам этот проект одной иголочкой и когда оставались у меня вот такие какие-то кусочки я не знала пока не увидела алине на видео и не обратила внимание что вот она прорезает вот как видите вот так вот наверху такие делает отверстие и туда цепляет алиночка огромное тебе спасибо но в общем ты мой учитель поэтому я набираюсь опыта от опытных вышивальщиц и поэтому мне сейчас эти органайзеры являются достаточно удобные хотя конечно я очень скучаю по своим паку которые тоже остались у меня в вильнюсе и еще что он по поводу вышивки я как-то приняла решение что я прям приняла решение как будто не знаете решение какое-то там глобальной важности но для меня вышивка глобально важно поэтому могу пользоваться такие выражения как приняла решение в общем болтаю я сейчас буду вышивать по одному процессу то есть закончу данный проект тогда не знаю возьму или павлина или скрипку еще определю что просто я сейчас должна сосредоточить свои мысли и направить свою энергию чуть-чуть в другие русла то есть я не могу распыляться на процессы когда было вильнюсе у меня все там ну все понятно что где там работа спортклуб родители рэмбо ну в общем все до магазин под боком тогда я могла какие-то свои мысли чуть-чуть другие русла направить и распыляться между процессами но не то чтобы распыляться ну то есть там чуть-чуть там повышивать чуть-чуть себя отдать с одного или другого процесса тут же у нас есть очень много саши разных дел разных идей и поэтому вышивать мне нет такого количества времени как в литве было поэтому я решила что я буду останавливаться возле одного процесса с ним полностью все завершать и приступать к новому я думаю так будет интересно будут побыстрее как-то все двигаться будет и вам интересно смотреть и мне также интереснее все завершать так ну что давайте же посмотрим как это все выглядит и так барабанная да 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 вот такая вот прелесть просто невероятная красота саша как ты там сказал когда тебе показала отшитый вот этот кусочек уже бриллиант да в англии здесь очень все любят говорить слова бриллиант то есть все они бриллиант на что только с ними общаешься что-то рассказываешь они все оу бриллиант бриллиант ну вот то есть вот это бриллиант посмотрите это просто бриллиант бриллиант красоты бриллиант великолепие роскоши я не знаю насыщенности цвета насыщенности какого-то я у меня даже не хватает слов но я не знаю мне очень нравится и такой маленький как вообще на такой маленькой картинке может поместиться столько красоты да я кстати в прошлом отчете вам обещала что вот здесь над нежно-сиреневым полукрестиком сейчас возьму секундочку мастер я вам обещала что здесь я уже выполню бэкстич но как-то я забыла но ничего там совсем его мало поэтому он уже будет представлен вашему вниманию когда уже закончу всю картину и еще надо будет выполнять выкладную нить и мне нужен теперь опытных опытных вышивальщиц совет пожалуйста посоветуйте когда надо выполнять я думаю что после стирки выкладную нить или до стирки я буду очень вам благодарна если вы мне напишите и посоветуйте потому что выкладной нити я еще ни разу не делала как-то там где я вышивала ангелочков я их ауреолку исполнила бисером и поэтому не совсем теперь знаю как это сделать и еще здесь есть совсем немного я покажу на схеме но все-таки есть французские узелки вот они вот здесь 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 я не знаю что мне надо будет с ними делать я конечно попытаюсь поучусь потренируюсь ну не знаю надо уже как-то научиться потому что у меня много наборов dimensions и я так поняла что практически наверно ни один набор dimensions не обходится без этого шва без этого декоративного элемента как французский узелок поэтому надо будет мне еще посмотреть видео хотя у меня есть инструкция здесь как их выполнять по моему даже вот здесь если я не ошибаюсь нет здесь как подготовить канву тут как ниточки нет нет тут давайте посмотрим ну я конечно тут вам никого ничего америку не открою но я сама для себя хочу посмотреть да по моему вот я тут вижу вот френш кнот французские узелки ну конечно я попытаюсь еще потренироваться надеюсь что у меня получится хотя паника у меня уже происходит и что мне еще было трудно вышивать это вот эти вот полукрестики с добавлением золотой нити ой ниточка она ужасно непослушная она путается она там в общем разваливается вся ой крутится вся во все стороны ну то есть это для меня на самом деле тоже было небольшое такое испытание ну конечно когда смотришь уже на отшитый вариант на отшитый результат это все вообще уходит на второй план вот это бэкстич на розе он вообще прекрасный и мне это все очень очень нравится бутончики эти посмотрите как все прекрасно сочетание цветов ну одним словом великолепия роз все мои дорогие спасибо всем за внимание буду ждать ваших умных подсказок насчет стирки и все всем до скорых встреч пока пока